Израиль на грани войны с Сирией. Накануне один из израильских самолетов сбила сирийское ПВО. В ответ Израиль начал массированные бомбардировки сирийских военных объектов. Все подробности у Сергея Услендера. Все началось с того, что израильские системы наблюдения засекли беспилотник, который взлетел с одной из сирийских баз. Когда он оказался в воздушном пространстве Израиля, боевой вертолет уничтожил его. Радиоэлектронная разведка быстро установила место, где находился пункт управления, и туда отправили боевые самолеты. Третья цель подтверждаю. Огонь. Цель поражена. Дальше события начали развиваться стремительно. Сирийское ПВО открыло массированный огонь ракетами по израильским самолетам. 1F-16 был тяжело поврежден, но пилоты сумели дотянуть до границы и катапультировались над своей территорией. Машина упала вблизи одного из поселков. Пилоты ранены, но оба живы и сейчас в больнице. Прикрывавшие атакующих самолеты уничтожили несколько позиций ПВО и саму базу. Беспилотник и система управления оказались иранскими. Их обслуживали офицеры корпуса стражи Исламской революции. ВВС Израиля нанесли серию мощных ударов по иранским военным объектам в Сирии. В ответ на северные районы Израиля полетели ракеты. Там сработали системы воздушной тревоги. Израиль обратился к России с просьбой вмешаться и не допустить эскалации. Но Москва ответила в том духе, что нужно уважать суверенитет Сирии и призвала к сдержанности. Израиль не раз предупреждал, что иранское присутствие в этой стране обязательно закончится плохо. Что Тегеран попытается спровоцировать конфликт. По данным Института национальной безопасности Израиля, Москва сейчас оказывает сильнейшее давление на Иран, чтобы не допустить разрастания боевых действий. Тем временем на севере Израиля срочно проверяют и открывают бомбоубежище. Часть воздушного пространства Израиля закрыта, чтобы создать особый коридор для военной авиации. В аэропорту задержки рейсов. В северном военном округе отменены отпуска и увольнительные. Идет срочная переброска армейских частей границы с Сирией и Ливаном. Тегеран по традиции обещает Израилю открыть врата ада. Сирия грозит еще более серьезными мерами. Иерусалим отвечает, при любой попытке атаковать территорию еврейского государства ответ будет сокрушительным. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.